В программе опасности всерьез рассматривается возможность обеспечения всех аэропортов специальной техникой, которая пока есть только в московском Домодедово. Это нечто похожее на детектор лжи, хотя его создатели так свое творение не называют. Вообще-то речь идет о настоящей сенсации. Не секрет, что и в СССР и в США активно занимались разработкой психотронного оружия. В строго засекреченных лабораториях попутно совершались сенсационные открытия. И именно в нашей стране был открыт способ не только проникнуть в подсознание человека, но даже откорректировать его. В России уже начали применять метод психозондирования, хотя и без законодательной базы. Вот только некоторые возможности уникального метода. Лечение алкоголизма и наркомании, выявление террористов, широкое использование в криминалистике. Что такое психозондирование, на себе проверила Анна Нельсон. Эти кадры сняты в конце 90-х. На российском телевидении они показываются впервые. Коридор одной из московских больниц. Реанимация. То, что произойдет здесь, многие назовут фантастикой. Перед наркотиками мы все рабы. Мы все одинаковые. Так у нас химия устроена. Если ты от них отказываешься, ты совершаешь подвиг. Да. Вот и помни об этом всегда. Этим гордиться надо. Ты должен выдержать. Никуда ты не денешься. Давай все начинать. Пациенту дают такую дозу наркозы, чтобы отключилось только его сознание. А затем искусственно вводят его в состояние стресса. Он переживет и растерянность, и агрессию. И увидит предсмертный ужас наркомана. Его подсознание как бы впечатывают его же собственные установки. Наркотики, зло. Родители и близкие. Спокойная жизнь. Сегодня Антон симпатичный парень. За плечами два высших образования. То, что 9 лет назад стоял на краю героиновой пропасти, вспоминает как страшный сон. Люди привыкли, что когда лечится, что-то ощущает. Таблетку. Съесть таблетку. А тут вроде ты ничего не ешь, никаких капельниц не ставит. Я помню, первое время было такое ощущение, что у меня крылья выросли. Писатели о науке высмеяли психозом. Они обозвали его читать мысли. Пока это фантастика. Но думаю, что когда-нибудь с его помощью научатся читать мысли. Все начиналось в этом московском подвале первого мединститута. В конце 70-х здесь открылась лаборатория, которую возглавил молодой ученый Игорь Смирнов. Работа на госзаказ была супер засекречена. Поэтому никто и не знал, что в 82-м группа доктора Смирнова нашла прямой доступ к глубине человеческого подсознания и расшифровала его. В узких кругах заговорили, что доктор Смирнов изобрел психотронное оружие. Атомная энергия используется двояко. Но сначала, тем не менее, сделали бомбу и только потом атомную электростанцию. А у нас получилось наоборот. Вот мои коллеги и я, мы делаем оружие. Конечно же, это оружие для борьбы с болезнями человека. Чтобы понять, что это открытие может означать, сажусь перед компьютером. На голову надеваю наушники, на палец датчик. Будьте внимательны. Если готовы, отмите кнопку. Процедура начнется. Психозондирование начинается. На мониторе пульсирует набор из разных цифр. Цифры — это то, что я могу видеть. Но я не могу видеть главного, мелькающие под цифрами слова. И именно их, минуя сознание, фиксирует мой мозг. В наушниках приятная музыка. Но вмонтированный в неё голос, который постоянно задаёт вопросы, слышит лишь подсознание. Через 30 минут мне покажут картинку моей души. Эксперимент был проделан для того, чтобы потом, как того требует жанр, публично озвучить результат. Но компьютер оказался скальпелем, вскрывшим настолько личные подробности моей жизни, что они не подошли бы, как универсальный гороскоп, никому из этих прохожих. Остаётся лишь констатировать. Компьютер свой поднять из архивов моей памяти. Особенности истории моего рождения до сих пор известны и только моей маме. Мои склонности, секреты из моего детства, мое отношение к жизни и то, чего я больше всего боюсь. Ты знаешь, что такое психозондирование? Это то, чем лечит сошедших с ума, доктор? Не только. Ещё преступников. Чтобы излечить их рассудок или изменить в них то, что заставляет их красть и убивать. За этим человеком долго охотилась краснодарская милиция. На его совести несколько убийств. Но следствие заходит в тупик. Для расследования привлекают специалистов из закрытого спецотдела психофизиологических исследований ГУВД Краснодарского края. Это единственное в мире подразделение, работающее по методикам доктора Смирнова. Специалисты составляют индивидуальную программу для психозондирования подозреваемого. Сидя за компьютером, он даже не догадывается, что отвечает на конкретные вопросы не только по убийствам, но и по другим темам. Мы на психозонде получили и актуальность темы терроризм, и похищение людей, и торговлю оружием, то есть массу информации, о которой мы ранее не подозревали. Результаты психозондирования затем проверяют оперативники. Их уже не удивляет, что факты подтверждаются. Тем же методом проверили местных сотрудников милиции, после чего некоторым пришлось распрощаться с погонами. Впрочем, лгать не умеет и подсознание власти мощных. Краснодарский губернатор попросил изучить моральный облик своей новой администрации. Результаты впечатлили. Половина из тех, кто предлагал свои услуги в качестве руководителя департамента управления администрации края, они просто по своим профессиональным качествам и не подошли к такой должности. Психотехнологии доктора Смирнова уже собираются внедрять в московском аэропорту Домодедово. Предполетный тест для пассажиров под названием «Антитеррор» одним из первых проверил на себе наш оператор. При появлении каждой новой мозаичной картинки на мониторе он должен был нажимать на кнопку. По скорости его реакции определялось его отношение к закодированным темам. Боевик, бомба, лидер, терапия. Вот так картинки выглядят в незакодированном виде. По результатам теста нашего оператора смело посадили бы к самолету. Наблюдается некоторая тенденция к приближению к порогу достоверности по теме терактов. Тема терактов для Бориса действительно болезненная. В объектив телекамеры он видел обстрелы Бесланской школы и Мордост. Когда весь мир следил за событиями на Дубровке, оперативный штаб пригласил ученых. Ему были супруги Игорь Смирнов и Елена Русалкина, которые знали, как закодировать команды на снижение агрессии боевиков и вмонтировать их в любой звук. Мы могли бы дестабилизировать ситуацию в зале максимум за два часа. При этом и не пострадал бы никто из присутствующих, в том числе и террористы, которых можно было бы судить. Послушайте, сказал резидент, психозондам я не причиню вам вреда. Просто вы так возбуждены и встревожены, я лишь удалю тревогу. Еще полвека назад писатели фантазии предсказывали появление психозонда. Америка, не имея доступа к подсознанию, уже успела застраховаться тысячей законов об информационной безопасности. В России законы писали сами создатели психозонда, но они так и не были приняты. В кабинете ученого висит много патентов. Большинство из них не имеет аналогов в мире и значатся только под секретными номерами. Впрочем, почти никто и не узнал даже того, что пять месяцев назад Игоря Смирнова не стало. Но голосом большого ученого продолжают говорить его программы. Открой свой внутренний мир и полностью доверься, как ребенок. Анна Нельшин, Борис Леонов, Виктор Музалевский. Программа неделя. Москва, Краснодар.